Продолжим морфологический разбор Суры Аль-Масад. Мы дошли до 2-го айта. Не спасло его богатство и то, что он приобрел. А значит, как слово с неизменяемым окончанием не будет рассматриваться науке сарф. Агна – глагол прощающего времени, по модели Афгали. В основе Агная было Агная в фатхе конечной кореневой буквы. Буква Я огласована фатхой, в данном случае фатхой. Предшествующая буква огласована фатхой, именно фатхой, что является условием из-за чего буква Я была заменена на алиф. Агна – это фиалин, суласийин, мазидин, бихарфин, вайгдин – трех буквы на глагол с добавлением одной буквы, а именно хамзу в начале. Гойру Сахихин, гойру Салим – нездоровый, неправильный глагол. Недостаточно глагол, так как его лам, его вторая корневая буква является слабой буквой. Агна – это порода Афгали, Юфгали и Фаалин. Агна – югни – югна – ан. В основе было Агна – югни – югна – ан. Югни – югни – югни устускали тиддома туаля ля. Огласовка дома считается трудной в произношении над буквой Я. Фахузи – фат, поэтому ее удалили в глаголе югнию. Что тоже является стандартным, весьма распространенным, общим правилом. Например, яджрию, и после применения этого правила яджри. Югнию – югни, юфтию – юфтия, ятадию – ятадию – яставтию – яставтию и так далее. А что касается игнаун, этого мастера, то в основе здесь было игнаюн с буквы Я вместо хамзы. Татарруфатильяу – исра алифин заидатин. Буква Я здесь оказалась на конце, на конце слова, после добавленного алифа. Факулибат хамзетин, вследствие чего она была заменена на хамзу. Это тоже общее правило, которое мы уже несколько раз упоминали. Например, дуаун и в конце, в итоге дуаун, после замены вау на хамзу. Бинаюн и бинаюн, иншаюн и иншаюн, и атидаюн, затем и атидаюн. И атидаюн – сначала, потом и атидаюн, а затем уже и атидаюн. Истифтаюн и истифтаюн. Агна – это феулен мута'адин, так как мы говорили, что Преобразование трехбуканного непереходного глагола в породу афаля делает его в большинстве случаев переходным. А если кто-то спросит, а где здесь прямое дополнение? Мы скажем, удалено, подразумевается. То есть, в основе было Его имущество не помогло ему ничем. Как в другом аяте проводится, в другом месте Валя югни анхум ма касабу шайиа, где шайан является ма фоль бихи ли югни, прямым дополнением этого глагола. Дальше. Анху ан – это харфу джерм, предлог родительного падежа. А альха – это дамир, местомение. Вакиляхума – каждое из этих двух слов – мабни. Оба эти слова являются словами с неизменяемым окончанием. Фаляябхатхума – это наука не рассматривает их. Дальше. Малху. Мал – это исмун аля возни фаалин. Имя по модели фаалин. Как известно, в трехбуквенном склоняемом имени изначально не бывает алифа. То есть, алиф не бывает коренной буквы. Алиф бывает заменой или букве ва или букве я. Так, например, основой слова ма лун является ма лун, на что указывает его множественное число ам ва лун. Та же картина и со словом ба бун. В основе было ба бун, так как его множественное число аб ва бун, где проявляется буква ва. Примером для я может служить слово на бун, глык. Так, его основой является ная бун, на что указывает его множественное число аня бун. Каждый из этих слов, то есть ма лун, ба бун и ная бун, применили одно и то же правило. Тахаррка тиль вау ау ля, буква ва или я. Огласованы ван фатах ма кабляха. А предшествующая буква огласована именно фатхи. Значит, факулибат куллун мин хума, вследствие чего каждый из них была заменена алифа на алиф. Добавим, что имена по модели фаалун часто имеют множественное число по модели афаалун, как, например, каламун, агламун, сабабун, асбабун, кадамун, агдамун и т.д. Это трехбуквенное имя первообразной формы. Нездоровое, неправильное имя. Так как это пустое имя. Его вторая корневая буква является слабой, больной буквой. В промисмене ха мы уже сказали, что наука сарф не рассматривает подобные слова с неизменяемым окончанием. ЛАЯБХАТАССАРФАЛМАБНИЯТИН ВОМА АЛЬВАУ ЭТХАРФААТНССАЮЗ ХАРФ МА может быть тоже харф нафин, отрицательной частицей или же ИСМАНМАУСУНН, относительными сменами. В любых случаях слово мабни с неизменяемым окончанием, а значит так же как и ВАУ, не будет здесь рассматриваться. КАСАБА ЭТАФИАЛУНМАДН Глагол прощающего времени. ПОРОДАФААЛАЕФАЛЮ КАСАБАЯКСИБО. КАСАБА ЭТАФИАЛУН СУЛЯТИЮНМУДЖАРУДНЫЙ ТРЕХБУКВНЫЙ ГЛАГОЛ ПЕРООБРАЗНОЙ ФОРМЫ. САХИХУН САРМЕН. Здоровый, правильный глагол. То есть свободный от тех известных нам трех недостатков. МУТААДДИН. Переходный глагол. А если АЙУА МАФУЛЬБИХИ, прямое дополнение, это у нас АДДАМИРУ АЛЬХА, АЛЬМАХДУФУ АЛЬАЙДУ АЛЬЛИСМИЛ МАУСУЛИ, УДАЛЕННОЕ МЕСТОМЕНИЕ АЛЬХА, КОТОРЫЕ ВОЗРАЩАЕТСЯ К ОТНОСИТЕЛЬНОМУ МЕСТОМЕНИЕМУ МА, то есть БИМАНА АЛЛЬДИ, то есть ВУМА КАСАБАХУ, надо понимать как ВАЛЬДИ КАСАБАХУ, Аллаху АНАМ. Как в другом аяте приводится, АУ КАСАБАТФИ ИМАНИХА ХАЙРА, или не приобрела в своей вере какое-либо благо. Здесь у нас слово ХАЙРА, благо является МАФУЛЬБИХИ, прямым дополнением для глагола КАСАБАТ, Аллаху АНАМ.